Всем привет, это Айс, я приветствую вас на очередном видео по моторспорт менеджеру за нашу команду Айсмен 3D Racing. Сегодня у нас этап Дубая намечается, давайте потихонечку к нему продвигаться. Напомню то, что прошлое гран-при у нас было максимально удачным, Леклер заработал замечательные очки. Конечно, мы это сделали за счет тактики, у нас до сих пор идет чудовищный спад денег, упад денег. Не знаю, справимся ли мы с этим или нет, доведем ли мы нашу команду до конца этого сезона или нет. Все будет зависеть от спонсоров, которые очень скоро должны поменяться. То есть через две гонки и через четыре гонки. Вопрос другой, сколько бабла они нам принесут. Это мне очень интересно. Ну все, давайте продвигаться непосредственно к этапу. В Формуле 2 заканчивается гран-при Сингапур. Первую позицию забирает тебе Ник Кэтсбург. На второй позиции Нордберт Михлейз СЗШЗ. А третья позиция у Кэллума Лутта или Лотта. Личный зачет на ваших экранах я переключаю на кубок конструкторов. Формула 1 гран-при Танделла. Первая позиция Вальтери Ботта стравмирован, кстати. Давайте взглянем, что с ним. Боль в затылке. Недавно у Дэна Риккерда был такой же. Вторая позиция Себастьян Феттель, третий Льюис Хэмилтон. Личный зачет и... Кубок конструкторов. В Формуле 1 заканчивается гран-при Канады, а в Формуле 2 гран-при Германии. Итак, в Формуле 1 Себастьян Феттель забирает себе первую позицию. Вторая позиция у Лэнса Строла, что довольно неожиданно. Третья строчка Кимми Райканен. Личный зачет и... Кубок конструкторов. А в Формуле 2 заканчивается гран-при Германии. Первое место забирает себе немец Фрэнк Стиплер. Вторая позиция у Небела Джеффри. И третья у Набухару Мацушита. Личный зачет и Кубок конструкторов. Мы находимся на практике, на тренировке гран-при Дубая. Если что-нибудь интересное, ребят, произойдет, обязательно введу вас в курс дела. Сейчас вот Лундгард выехал на прогревочный круг. За ним следом выехал Леклер. У них, как всегда, несколько разные настройки, чтобы мы могли потом за счет одного пилота и второго подобрать что-то среднее. И, надеюсь, за счет этих средних данных сможем вывести, ребят, в фиолетовую зону, за счет которой сможем показать неплохой такой результат. Вот, например, на прошлом гран-при мы как раз смогли-таки подобраться к фиолетовой зоне. За счет чего показали неплохие результаты. Лундгард, я думаю, показал бы тоже неплохой результат, если бы не моя дерьмовишая тактика для него. Вот, все, отправляются парни на свои быстрые круги. Повторюсь, если что-то интересное будет, обязательно вас включу. Возвращаются наши пилоты в боксы. Леклер показал неплохой-таки результат на четвертую позицию. У Лундгарда все гораздо хуже. Вот мы можем видеть их настройки, их отношение к настройкам. Или как это, я не знаю, эмоции. Давайте сейчас немножечко Лундгарда мы подкрутим и поедем на еще одну попытку. Практика завершена. Наш лучший результат четвертый. Показал Леклер на софте. Ребята, которые перед ним, не обращайте внимания, что у них тоже софт. Ну, вот, кроме гиролами у него супер софт. Эти ребята просто потом переобулись на софт. А в игре Мотор Спорт Менеджер это такой интерфейс. На самом деле они показали этот результат на супер софте. Вот, то есть мы, по идее, по супер софту самые первые. Мы лидеры. На этот раз в соцсетях упомянула нас только наш собственный пилот Кристиан Лундгард. Пишет он, на этих выходных наши рулят. Счастье. Странно, на самом деле, что он доволен этому. Ну, по идее, у него-то результат довольно-таки паршивенький. Квалификация началась. Квалификация Гран-при Дубая. На ваших экранах отправляем мы наших пилотов. Леклера уже на трассе. Уже проехал он несколько поворотов. Лундгард позади. Между нами... Чей болит? К сожалению, я не могу посмотреть. А, могу. Хайтфельда. Ника Хайтфельда. Секунду проигрывает Леклер лидером. Это плохо. Это плохо. Значит, мы будем где-то ориентировочно пятнадцатыми, скорее всего. Первая попытка неутешительная. Мы на шестнадцатой позиции. Я прогнозировал пятнадцатую. Но, возможно, Леклер сейчас сможет подтянуться. Вроде не перегрел никакие детали своего болида. Так же, как и на данный момент делает Лундгард. Будем надеяться, что ребята смогут улучшить. Леклер выезжает на финишную прямую. Улучшает. Перемещается он на четырнадцатую строчку. В принципе, я вот как и говорил, как и планировал. Лундгард далеко-далеко позади. На двадцатой строчке. Вот так заканчивается наша квалификация. Будем пытаться что-то сделать по ходу гонки. Несмотря на то, что мы не смогли показать ничего достойного, о нас все равно абсолютно все говорят. Вот, например, фанат. Паул Бруш. Фанаты команды Iceman 3D Racing, наверное, психи. Это просто мазохизм какой-то. Понял ли, ребят? Вас психами обзывают. Вот так вот. Все вопросы к Паулу, ребята. Все вопросы к Паулу. Кристиан расписался что-то. Писал он после квалификации... Ой, после квалификации, после практики. Сейчас пишет после квалификации. Причем дважды. Давайте почитаем. Не лучший квалификационный сезон. Но Василий Хрусталев разработал отличную тактику. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это он, видимо, меня так подкалывает, да? Типа троллят. И я ему уже в прошлом Гран-при такую крутую тактику замутил, что он последним приехал. Ну, условно, последним. Так, что еще он пишет? Квалификация завершена. Придется сегодня попотеть вместе с моей командой, чтобы завтра не оплошать. Ну да-да-да, есть такое. Фанатка пишет. Iceman 3D Racing настолько круче, чем Мюк. Моторспорт? Даже их цвета приятнее, лоу. Болиды все на своих местах. Все готовы к старту. Гаснут огни. Болиды срываются с места. Как часто я это говорю. Уже начинается, назревает какая-то борьба. Оу, кто-то вылетает. Кто-то вылетает с трассы. Леклер борется за 13-ю позицию. Лундгард на 19-й строчке. Хороший старт получился у наших ребят. 13-й. Давай борись. Остается в 12-м. Отлично. Замечательно. Лундгард там уже первый лучший сектор показывает. Ничего себе. Это классно, это классно. Ребята, расскажу вам немного о тактике. О тактике на гонку. Лундгард немножко подоотстал. Но вот сейчас подбирается, подбирается. Нет, к сожалению, не предпринимает он атаку. Вернусь к Леклеру и вас введу в курс дела тактики. У нас два пилота. Один хорошо работает с резиной, другой не очень. У Леклера все отлично с тактикой. Он пойдет на одну остановку, одну единственную. Если, конечно, никакого дождя не будет или там пейскара. Он едет на софте, переобувается на 14-м, но скорее всего на 15-м круге. Также на софт. И доезжает до конца дистанции. Все. Леклер... Ой, Леклер. Лундгарда же все несколько сложнее. Дело в том, что резину он свою ест гораздо аппетитнее. И она уходит у него гораздо быстрее за счет этого, соответственно. Будем стараться довести его до 14-го круга. Ну, конечно, если повезет до 15-го. Но это вряд ли. И уже будет... Вот так! Атака Леклера выходит. Одинстую позицию. О, здорово-то как. Да, парень ошибается. Он сейчас тут же предпринимает контратаку. На более выгодной траектории он находился. Но Леклер крое того, просто не дает ему протиснуться. Замечательно. Это был Чилтон. Напомню. Смотрите, не умеряет свой пыл вообще никак. То влево, то вправо. Но Леклер на месте. Снова атака. Длинная прямая. Леклер его поджимает. Хорошо. Молодец, Леклер. Леклер, ты отлично выполняешь свою работу. Только мы едем на... Ну, то есть вообще не тратя никак свою резину. В принципе, нас это устраивает. Даже если Леклера сейчас и обойдут. Нас это устраивает. Мы тупо работаем на резину, на тактику. Борьба нам сейчас здесь не нужна. Напомню. Во время прошлого этапа как раз-таки за счет тактики мы и... Я ж, засть, замолк. Подумал, неужели Леклер сейчас вырвется просто вперед и обойдет Бенанни. Но нет. Не обошел. Проклятье. Я не могу обойти Буллера. Посмотрим, где он. Ох, Буллер обошел. Лундгард. И Лундгард скатился на 20-ю строчку. Очень плохо все у нашего второго. Пилот разбился. Моргенштерн разбился. Машина безопасности. Не выгодно нам. Ну, то есть сейчас нам вообще не нужно заезжать в боксы. А вот Лундгарду можно и заехать, наверное. Так, машина безопасности. Лундгарда завызываем в боксы. Ну, он ничего, по идее, не потеряет от этого вообще. Экономим вообще все, что можно сейчас. За счет этого схода с дистанции Лундгард становится, соответственно, 19-м. А Леклер 10-м. То есть мы уже в очковой зоне. Это хорошо. Один круг машина будет возить за собой. Пелетон. Почему мы заезжаем Лундгардом? Он последний. Как я вам до этого говорил, он очень серьезно расходует резину. Поэтому мы его сейчас зазываем в боксе. Он ничего от этого не потеряет. Он поедет сейчас на свежем софте. И дальше, как только он его полностью израсходует, мы его также займем в боксы и переобуем, скорее всего, в софт. Вряд ли в суперсофт. Скорее всего, в софт. Посмотрим по ситуации. Но, скорее всего. Машина безопасности возвращается в боксы. И своеобразный рестарт проходит сейчас у нас на треке. Все, болиды снова борются. Я стараюсь обойти пилота Буллера. Все правильно делаешь. Лундгард. Будет классно, если у тебя это получится. Но мы будем следить. Ох, там кто-то заехал в боксы. Эриксон заехал в боксы. Странно, что он дождался... Дождался момента, когда... Может, повреждение какое-то? Нет. По идее, не должен был. Очень странное решение Эриксона. Ну да ладно. Нам же лучше. За счет этого мы становимся девятыми. По крайней мере, Леклер. Атака. Кроется Леклер. Вот с тех пор, как Леклер обошел Чилтона после его ошибки, Чилтон вообще не успокаивается. И забирает себе позицию обратно. Достойно, достойно. Серия пидстопов начинается. Позади нас вот, например, Пэлло уже заезжает в боксы. Перед нами пока что никто. Но у ребят серьезно изношен Супер Софт. Конечно, я думаю, многим-многим пошла на руку вот эта вот машина безопасности. И они за счет нее могут, ну, вот этой тактикой Супер Софт, Супер Софт, например, Супер Софт, Супер Софт, выиграть нифигово так у нас. Это минус. Причем серьезный такой минус на самом деле. Осталось 17 кругов. Еще один массовый заезд в боксы. Леклер переносится на пятую уже строчку. Перед ним ребята на два соперника Бенани и Мевса на Софте. Хайтфельд и Джиро Лами на Супер Софте. И, кстати, они его расходуют довольно-таки, ну, так, неспешно. То есть, по идее, они пойдут, скорее всего, на одну-единственную остановку. Чего нельзя сказать о ребятах, которые остановились уже несколько кругов назад. Мы на третьей позиции. Перед нами Бенани и Мевсон. Они на Софте. Все так же еще не останавливались. Думаю, сейчас Бенани остановится. Возможно, Мевсон тоже. Скорее всего, тоже он остановится. И мы станем лидерами этой гонки. И проедем мы еще пару кругов. И, возможно, нам получится переобуться в Супер Софт, на котором мы поедем уже до самого конца. Что касается именно Леклера. У Лундгарда, в принципе, такая же тактика. Будет очень хорошо, если мы его продержим до Супер Софта. Для него это будет лучше, во всяком случае. Пока что он выполняет роль сдерживающего такого фактора для пилотов позади него. Напомню, он на восьмой позиции. Леклер заезжает в боксы на этом круге. Мы ему разрешаем тратить весь потенциал его болида на данный момент. Ну, конечно, не прям уж совсем сильно, да? Но все-таки. Чтобы он мог отыграть на последних кругах хоть сколько-то для себя дополнительных секунд, дополнительных десятых, сотых или тысячных. Пока что ему это удается. Он неплохо так едет по сравнению с своим предыдущим кругом. Вот она, его плановая остановка. Все-таки переобуваю я его в Супер Софт. Не знаю, насколько это правильное решение. Надеюсь, правильное. Все. Леклер на трассе, тринадцатый. Давай. Давай, Леклер, теперь все зависит от тебя. Лундгард на пятой строчке в плотном, в плотной такой группе идет. Сдерживает он ее. Кто? Хукхес пытался атаковать, но мы знаем, как Леклер умеет обороняться. За счет этого Хукхес теперь борется с Норрисом, и Норрис обходит его. Ай, я прошу прощения, это было Арон и Кубица. Я не туда посмотрел. Я извиняюсь. В общем, Кубица пытался атаковать Лундгарда, но Лундгард отлично закрылся. И этим воспользовался Арон на Супер Софте. Обошел он его теперь. Также Арон атакует Леклер. Лундгарда, блин, какие же одинаковые фамилии. Выходит он все-таки вперед, вперед нашего пилота. И следом за ним Кубица пользуется этим и также обходит Лундгарда. Но не страшно, не страшно. Могло быть и хуже. Давайте посмотрим, как дела у Леклера. Леклер на двенадцатой строчке. Перед ним Пэллоу на Софте. И я думаю, что Леклеру бы не помешало на самом деле-то как-нибудь обойти, обойти этого парня. На тринадцатой строчке едет Хукхес и он будет заезжать в боксы. Лундгарда. 25% фрезины осталось у Лундгарда. Позади него восьмой, девятый и десятый. Там Хасбург, Бенани, Чилтон, Пэллоу. Ну и до Леклера. Там отрыв довольно-таки приличный. Обходит сейчас Хэбсбург Лундгарда. Лундгард заезжает в боксы именно на этом круге. Десять кругов, по идее, ему хватает. Поэтому давайте переобуемся в Суперсофт. И надеюсь, мы удачно завершим гонку даже Лундгардом. Давай, все, можешь рвать потенциал своей резины. Отыграй сколько сможешь. Хотя бы, может быть, не пропусти никого лишнего. Леклер, двенадцатая строчка. Сейчас он, соответственно, выйдет на одиннадцатую. Пэллоу прямо перед ним. У Пэллоу поношенный Софт. И, я думаю, поэтому он не является потенциальным противником Леклера. Вообще даже близко. А кто является таковыми? Это, скорее всего, Хэбсбург и Кубица. Наверное. Но это не точно. Да, смотрите внимательно. Пэллоу также заезжает в боксы. Сейчас идет такая массовая остановочка. Леклер за счет этого становится десятом. Забираем мы себе все-таки очковую зону. Ошибка была. Ошибка с задним Донкратом. Это, конечно, минус. Но все-таки Лунгард смог остаться. Впереди Пэллоу. Давай. Давай, 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 братишка. Теперь тебе надо расходовать по максимуму потенциал своей машины. Машины, по крайней мере, топливную смесь, чтобы нагнать, нагнать тех ребят, которые еще предстоит останавливаться. А такие явно будут. Леклер отправляется на 23-й круг. На данный момент мы на седьмой позиции. Пилоты перед нами продолжают останавливаться. Лунгард за счет тоже вот таких вот остановок выбрался на 15-ю строчку. Но позади него уже Чилтон, который пытается всячески забрать себе 15-ю строчку. Надеюсь, Лунгард продержится. К сожалению, смотреть за ним сейчас мы не можем, потому что все внимание приковано к Леклеру, который сейчас, скорее всего, выйдет на шестую позицию. Судя по вот этому графику, видно, что Бенани, скорее всего, остановится. Возможно, Мавсон еще сейчас остановится. Короче, есть на что посмотреть. Очень интересно. Вот он, он затяжной левый. Леклер выезжает на финишную прямую. Остановился только Бенани. Мавсон все еще находится на треке. Опасно играет Мавсон. Опасно в опасную игру. Как бы не пересидел он на треке, на самом деле. Как бы не пересидел. А то можно так, знаете ли, и вообще все, все потерять. Возвращаемся к Лунгарду. К сожалению, смог его обойти Чилтон. Сейчас он на шестнадцатой строчке. Давай, Лунди. Лунди, борись. Я знаю, что среди моих зрителей много кто за тебя болеет. Хотя Леклер все-таки отнял у тебя часть твоих зрителей. Все-таки Леклер хороший пилот. И получше он Лунгарда. Кто бы что ни говорил, но Лунгард отличен. Отличен вообще в борьбе на треке. Леклер еще такого не демонстрировал. Зато Леклер демонстрирует отличную работу с резиной. За счет этого, как вы можете заметить, сейчас мы уже на пятой строчке. Перед нами Хасбург на софте. Вряд ли будет останавливаться. Хотя, может быть и будет. Далее, Хайтфельд. Ну, это парень на отличном болиде. Опачки! У Хасбурга какая-то еще механическая проблема. Возможно, он будет останавливаться. Возможно, он будет останавливаться. Но даже если и не будет, то мы к нему приближаемся. Стремительно приближаемся. Так вот, далее Кубица. Кубица, как и Хасбург, вряд ли будет останавливаться. Так же, как и Гералами. Но даже если и будет останавливаться, скажем, Гералами, Мы его вряд ли обойдем, потому что у него чудовищный отрыв Не знаю каким образом, но Лундгард переместился на 14-ю строчку Думаю, что это связано скорее всего с тем, что люди заезжали в бокса Но я это проглядел, потому что все мое внимание было приковано к Леклеру И скоро мы к нему опять вернемся, потому что перед Лундгардом такая гигантская пропасть в 3 секунды Позади него в 80-х едет МакДоуэлл И возможно он уже очень скоро будет пытаться атаковать Лундгарда Он на свежем суперсофте Желтый флаг во втором секторе Фалчера разбился Фалчера разбился Да, это не круто Итак, момент истины, смотрите, все-таки Хасбург заезжает в боксы Леклер четвертый Леклер четвертый Охренеть Охренеть можно Это очень круто Прям очень-очень За счет этого и не только Лундгард становится 12-м Все-таки хороший он демонстрирует гонку, да, несмотря на то, что он не попадает в очки Он все равно довольно хороший пилот Будь у нас покруче болид, ну вот даже вспомнить, да, предыдущий сезон Мы ему дали буквально один раз проехаться на хорошем болиде Он сразу показал нам замечательный результат Лундгард, он того стоит Однозначно Возвращаемся к Леклеру О боже, кубица заезжает в боксы Леклер на подиуме На подиуме Офигеть, вот это да Надеюсь то, что Леклер сможет продержаться Продержаться и остаться на подиуме Давайте даже расход топлива мы чуть сделаем поменьше, чтобы не так сильно изнашивалась резина Все-таки топливная смесь же тоже влияет на то, как сильно мы газуем И все в таком духе Пускай он чуть-чуть ее побережет Осталось всего лишь два круга Не думаю, что и Эриксон, и Арон смогут, даже Мавсон Подобраться близко к Леклеру Это, я думаю, заслуженное третье место Заслуженный подиум Думаю, ребята, вы все этим довольны Несмотря на то, что гонка была не зрелищной, да Но она была зрелищной с точки зрения тактики Наша тактика сыграла И это классно Заканчивать свой последний круг Леклер Сейчас он входит в последний поворот Это было феноменально Позиция 3, неплохо Согласен Давай, Лундгард Также завершаю эту гонку На 13-й строчке Ну, блин, учитывая, на какой он стартовал Да, прорвался до 13-й позиции Это достойный результат Леклер По ходу этой гонки отыграл 11 позиций Это чудовищный результат Лондо Норрис Также отыграл 11 позиций Это очень классно Лундгард отыграл поменьше Семерочку Но это все равно хорошо Ееееееееее Хоу Супер Блин, Ник Хайтфильд Напоминает мне чем-то типа Юдипая Забавно, ребят, то, что После практики После квалификации Много кто писал о нас Да, а вот после Такой хорошей гонки Вообще ни одного упоминания Траты продолжаются Минус полтора ляма Личный зачет И Кубок конструкторов На ваших экранах Вот так прошло Гран-при Дубай Следующий этап у нас Гран-при Дохи Не знаю, что от этого изучать Можем пока что посмотреть Кстати Календарь Гран-при Дохи Коробка Это хорошо Коробка у нас В принципе Неплохая Ну, тормоза Полное дерьмо Ну, а это Компонент Который у всех одинаковый Поэтому, в принципе Наверное По ходу Дохи Разберемся Думаю, у нас будут Хорошие шансы Дождя вроде не обещают В общем, ребят Если вам понравилось это видео Оно было не самым зрелищным Повторюсь Но с точки зрения тактики Оно было очень даже крутым Мы заняли третью позицию Нашим реклером Это очень классно Заработали Отличнейшие очки Чего тут еще говорить У нас, конечно Чудовищные Расходы Но я думаю До конца сезона То уж мы точно дотянем А там видно будет Если вам видео Это понравилось Поддержите лайком Пожалуйста Оставляйте ваши комментарии Я всех читаю На все Стараюсь ответить Ну, а если вы здесь Ребята Казались каким-то образом Впервые Вам может быть нравится Моторспорт менеджер Или просто автоспорт Или просто Видеоигры Может быть То подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить Новые видео Спасибо за просмотр И до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok